Будущее малого и среднего бизнеса в регионе обсудили в правительстве на встрече с предпринимателями. Импортозамещение и создание особых экономических зон как источник возможностей для коммерсантов, которые выстояли в непростые для экономики последние три года. Это лишь одна из тем обсуждения. В числе препятствий для развития своего дела участники назвали недоступные кредиты и частые проверки. Каково это – работать на себя в Туле и чем чиновники могут помочь коммерсантам, выяснял Сергей Речиц. Снижение временных и финансовых издержек для ведения бизнеса и предоставления налоговых каникул и льгот. Эти темы стали лейтмотивом встречи чиновников и бизнесменов. Мы очень плотно работаем с федеральными институтами развития, федеральными институтами поддержки и у нас есть успешный опыт, когда тульский бизнес получает соответствующую необходимую финансовую поддержку. На встречу по вопросам государственной поддержки бизнеса приехали несколько сотен предпринимателей. Здесь они пытаются найти ответ на сложный и актуальный вопрос – как сделать малый бизнес локомотивом экономики региона. В области уже работает Центр поддержки предпринимательства, Фонд поддержки бизнеса, Бизнес-инкубатор. Всего более 20 структур для помощи коммерсантам. Выдаются льготные кредиты под 7 и даже 5 процентов годовых. Однако сама по себе система льготного кредитования достаточно сложна, считают некоторые бизнесмены. И когда начинаешь понимать, где эта поддержка и как ее получить, вы знаете, это все хорошо на словах, а на деле концы в воду. Если у вас нет финансовой дисциплины и ваш бухгалтер не может на первое число месяца не иметь задолженности по налогам, то на каком основании Минсельхоз может вам выдать субсидии. Отчасти решить их может региональный фонд развития промышленности. В этом году его бюджет более 100 миллионов рублей, а с учетом привлечения федеральных денег порядка 330 миллионов. Фондом не финансируются никакие затраты, связанные с капитальным вложением, скажем, строительством, недвижимости, приобретением недвижимости, капитальным ремонтом. Это не финансируется, поскольку эти объекты не имеют четко направленного характера, как правило. Вопрос не менее важный – подготовка кадров для тульского бизнеса и промышленности. Ежегодно из стен тульских высших и среднеспециальных учебных заведений выходят более 14 тысяч выпускников. Важно, чтобы и их специальности были востребованными и зарплаты достойными. Когда к нам заходит инвестор, исходя из того штатного расписания, которое у него есть, мы заранее общаемся с учебными заведениями, с тем, чтобы к моменту запуска подготовить такие кадры в случае необходимости. Тульским предпринимателям власти предложили размещать производство в особой экономической зоне «Узловая». Там сейчас создается вся необходимая для бизнеса инфраструктура. Все предложения от предпринимателей в Министерстве экономического развития обещали рассмотреть в ближайшее время. Сергей Речет, Сергей Давыдов, Тульская служба новостей.